баклажан очень вкусный овощ вы знаете десятки блюд я уверен но сегодня я покажу блюдо которое никто из вас никогда не видел у меня очень мало ингредиентов в первую очередь это баклажан красивый ровный замечательный баклажан я делаю 5 надрезов 1 2 3 4 5 теперь я беру шпажку и начинаю с хвоста увожу шпажку вот сюда теперь беру бекон сворачиваю в несколько раз и одеваю вслед за баклажаном делаю прослойку теперь я нанизываю второй кусок вот таким образом с беконом повторяю то же самое вот такой сэндвич из бекона у нас получился можно чередовать шкурку жиром с этой стороны шкурку жиром с этой стороны главное чтобы третий кусок у нас вошел плотно и прижал бекон друг дружке вы все прекрасно знаете что баклажан как губка впитывает в себя все соки ароматы поэтому аромат бекона он впитает в себя так круто что вы поймете лучшего шашлыка вы не встречали причем мы же это делаем в домашних условиях поэтому это тем более получается очень интересный и познавательный рецепт и последний кусочек чпок получился вот такой баклажан на фаршированный беконом выкладываем его на противень добавляем чуть-чуть масла можно просто растительное перец по вкусу соль я не добавляю потому что бекон соленый если бекон у вас жирный то можно и маслом не поливать ставим температуру 200 15 минут обратите внимание когда выбираете духовку у вас должна быть блокировка от детей тем более что если у вас духовка встроена под столешницей это очень важно чтобы дети не смогли включить ее вдруг неожиданно в итоге баклажан у нас простоял в духовке 25 минут мы видим что жирок с бекона вытопился баклажан стал мягкий виде сморщился и он полностью готов к употреблению но у нас еще есть маленький нюанс я приготовил столовую ложку сливочного масла пока масло растапливается я нарежу чеснок нам его не нужно много нам нужно всего лишь ароматизировать масло я просто беру нарезаю чеснок произвольно и отправляю его в масло к маслу добавляю буквально 4 колечка красного перца для пикантности все перемешиваю и снимаю с огня нам не нужно долго жарить нужно всего лишь растопить масло и дать ему аромат чеснока и перца теперь поливаем баклажан сливочным маслом с чесноком придадим ему пикантность и легкий аромат теперь немножко лимонного сока буквально пару капель и любая зелень буквально чуть-чуть для украшения вот такой сумасшедший шашлык можно приготовить не имея мангала медея почувствуй себя дома